ЛГБТ, это ПТП и Дерне В. Дурнин, в дурнин, в ты же рос хорошим пацаном. Пришел, старый хрен. А ты знаешь, сколько проезд метро? Ты зажрался в своей рекламе, как ты стал популярным, ублюдок? Та-та-та-та-та-та-та-та. Нормальный чувак, да? Пусть будет. Во-первых, я тебя люблю, ты знаешь? Будь меня поцеловать? Да. Дурнин. Бум-бум-бум. Ты такой хороший парень, вообще. Да. Что вы ему наливаете? Что такое? Боюсь. Ребят. Внимание. Это не учебная тревога. Срочно принесите к экрану что-нибудь вкусненькое. Ведь в эфире шоу... Еда. Еда. Иди ко мне сюда. Иди сюда ко мне еда. Тебя я съем сейчас. Ребят. Сегодня мы будем тестировать 10 хот-догов из 10 самых популярных художных мест столицы. И в этом нам поможет Человек-сосиска. Человек-сарделька. Человек-между булок. И человек-лысая башка. Дай пирожка. Потап. Человек-сарделька. 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 Человек-между булок. Человек-сарделька. 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 большой привет не трогай малого он же это же классно когда ты плывешь кока-кула а он как маленькая рыба прихлебатель следить за того как маленькая птичка которая залетает в рот крокодильчик вы достает из тебя тищенкинский вытищенка из тебя маленькие перышки вот ел хот-доги до этого передача ты ходишь по земле ты ездишь метро ты смотришь телевизор это я просто не хочу чтобы ты говорил вау что это нам ты ведешь это популярную ну вот так ладно красавица самое время поставить я тема то сказать я наверное специалист по худому же ел хот-доги на всех континентах мира матовый был в нью-йорке на кони island там где проходит чемпионат мира по ход догам и поедание хот-дога и матовая вилл чувака японца который выиграл это соревнования по поеданию хот-догов обыграв огромных жирных чуваков только потому что нашел новую технологию поедания их хот-дога о которой я расскажу вам чуть попозже после рубрики про и щенка ребят ну все смотрите дальше на мозги . ком . да 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 наш новый клип с дурнивым дурнив смотрит елок да поехали а мы снимали до этого не еда еда иди ко мне сюда готов лишь два художника я вообще не хочу пробовать что что это что это как будто собачка насрала тебе аккуратненько подставляли булочка коря нам для передачи пожалуйста мы не знаем что это за что то я не знаю никто никто не знаю я не знаю еще как можно еще такого продавать вообще я не знаю ребята вообще похоже на влагалище бабушки посмотрите я вот так я так и подумал растите но уже туда по половинке кстати как победил чувак который выиграл японец в этом соревновании он применил новую технику поедания худого ты спросишь меня как ураку и лишь судя по твоим вопросам ты должен был спросить именно так а в общем те или художники как они сразу засовывали себе в хот-дог и пожирали там сколько съешь 300 порядочным почек сделал так он сначала доставал сосисочку отдельно сосиску ломал на две части отдельно булочку и запивал водичкой не это не запрещено соревнованиями и он съел в половину раз в половину больше чем предыдущие участки все отдельно все отдельно до раздельное питание мышца здоровая еди да хорошо поехали с как я сука кстати выглядел хуже чем на вкус он лучше чем чем на вид я согласен с тобой визда булочка мне неплохо будучка к садим да не аппетитно он выглядел но неплохо на вкус и не знаю чем сравнить но за что на что опираться в оценке своим на то что я ничего не ел сегодня так в принципе из нулевых хот-догов сегодня по 5 балльной системе по 10 по 10 балльной системе ну хорошо ну пусть будет 6 я бы поставил 4 4 так давай сколько он стоит как ты думаешь а я не знаю ну вот ну например ну сколько ну например 30 20 29 гривен да да вот он так стоит как по мне а ты знаешь сколько проезд метро станда вку и не знает и сидеть здесь зажрался своей рекламе от лить боешь хоть еды которые люди простые едят 57 50 это подсказка баска 750 на нет а сколько 8 8 дорожает это дорого да еще вчера было сильно насечка если ты видишь я с кольцом на и так рубрика школьник знает это популярный и посмотри мне зубы не 15 но такое не очень привлекательно конечно бывало лучше наверное где-то гривен 60 и бывало лучшие 60 5 наверное он стоит 29 ну повысим на один балл и зато что дешевый конечно 26 но это пубертатный период у нее еще гормональные значит конструкция еще не настроилась жизненно поэтому она еще путается бывало и лучше 1 гривна сам авто михел фиггер часа на сама не собачьи не знает чего хочет только она поставила 61 и сколько она поставила 1 я поставил 6 ты поставил 4 она поставила 1 6 6 6 6 12 4 16 и того у нас 16 баллов получают наши назвалов там молодец ты молодец по словам и не загуглился по и полез калькулятор ты все сход видно что ты развиваешься ты красавица знаешь ты мне очень бы на ребята это выявили где мы это все снимаем говорил что мы не заткнем ну что давай твоя бабушка бабуля бабуся надо что-то шикарно это хорошая напоминает анекдот когда у двух бабушек была одна вставная челюсть на двоих ты узнаешь почему ты не популярен в интернете рассказываешь анекдот вообще на твое мнение пришелся не нужно стать популярным интернете я не буду никогда рассказывать больше анекдота что-то бабушка знала это бабушка ходила кому-то по полю с капустой где-то она пробегала но это не классический хот-дог в понимании хот-дога уже классический я пробовал в нью-йорке он самый любимый мой из нью-йорка это был рапу и вообще закрой старшие говорят не выйдет значит в нью-йорк нью-йорке просто нет и просто кладется в булочках булочка кладется сосисочка вот и она такая вкусная мягенькая это в наш вариант когда уже капусточка это уже как будто из пассированных овощей из борща лечу здесь или из борща не до недолитого в ресторане до стоит как будто лечь и посмотрите внутренности когда эти богаты богатая на красные дела бабушка еще у нее и делишки пошли с ней бабушкины делишки может так назад так нужно бабушкин делишки сколько он не классический понимаешь чем дело еще раз мы не ищем тут классический хот-дог но я же пробовал понимаешь я не могу отказаться от этого опыта раз жизни в нью-йорк съездил вспоминаю ладно и хорошо давай по сравним это его с предыдущим что ты поставишь я поставлю 7 то есть он лучше надо чем предыдущим да да слушай но как минимум бабушкин сынок бабушкин внучок но я поставлю 7 тоже наверно 7 потому что лучше набор на бальчик он вкуснее вкуснее а что скажет школьник один выберите школьника вы под школы собирать ты приходишь пальто открываю и решка только передачу вот охотит хот-дог марк 15 спасибо впечатляюще по виду неплохо на вкус тоже правда но немножко ну громоздкая именно по размеру но можно жить но если ты не спешишь и можешь присесть и поесть то да удобно для ходу возможно не особо нет думаю это на 8 9 просто чисто по моим ощущениям не идеал 8 я думал того стоит 9 с половиной 9 с половиной идею с половиной идеал 9 половину видно что она стесняется переживает больше да она не правда сказала сейчас но явно у нас 7 но явно 7 то есть 7 780 гривен поменять да но не стоит вот этот стоил 30 но он не в 2 я у тебя в твоем варианте асморно но спорно раза дороже почти в 380 когда хера кстати 8 8 греет сколько долларов и понятно 3 доллара другой страны почему бы не ладно давайте поменять оценку на 6 хоржишка с нью-йорка приехал все в доллары я просто немножко перестроился легче сейчас на американский лад жалко это не касается гонораров твоих артистов да серьезно это внутри внутри а ты говоришь про анекдоты серьезно шутки из аншлаг аншлага дурнил дурнил ты же рос хорошим пацаном ладно давай я вернул бал обратно 6 а у меня остается нет я бы 5 оставил давайте 5 6 и 9 с половиной 20 с половиной 20 с половиной чтобы это не значило ребят знаете который сейчас час самое время лететь путешествовать и вкусно есть и я уже вижу как пытливый зритель недоволен так карантин же и все страны закрыты а вот и нет прямо сейчас вы можете отправиться отдыхать и наслаждаться пахлавой в стамбуле морепродуктами в танзании мясом носорога в кении скорпионами в камбодже кимчи в корее и эскортницами в дубае главное не глотайте ну где же найти самые дешевые авиабилеты ребят ну конечно с билетами вам поможет авиасейлз ведь авиасейлз это поиск самых дешевых авиабилетов хватит мучиться под этим серым небом давайте путешествовать вместе с авиасейлз ребята теперь следующая двойка хот-догов когда не было еще интернета и тебя не было говорили пацаны во дворе ты пацан или ребята серьезно даже ребята это такое знаешь обращение такое ребята вышел ребята пацаны или ребята хотя пацаны смотрит или ребята ребята поехали ребят он сказал про машину вы ему выносите нормальные хот-доги мне вот это дерьмо ну а новый выглядит интересно бабушки с другого нет это как будто вид на вьетнамские дедушки уже смотри как будто они запекли своих тараканчиков старых из головы смотри ах ты ах ты хорош вкусненько на из лукин гулы а нельзя же говорить здесь на английском тоже шутки про неё несутся ой ну же как не мне сделай как все ногой одни мне как не меня на спину кричал мне один парень он не разрежет попробуй но ты же ты же же ведущий давай ладно да ну что смотри это то и разрезать этим не поделишься с друзьями а это гробик гробик для хот-дога мы провожаем последний путь бывший хот-дог а что этого жирненький он очень толстенький он очень плотненький он тяжеленький похож на беру перри пересказываешь знакомства снар на хот-дог популярно как ты стал популярным ублюдок ребят вот так тебя же будут пояснить простой истории с ее а ну с какой-то стороны какой-то таким быть хлебалом метку бы зачем но но это я не гну дом или 600 это просил но это вкусно это но это это не хот-дог не совсем хот-дог это мясо в булке это больше шаур мог я хочу это доесть до конца на нем не буду потому что еще есть и есть но это хочется дать до конца это самое вкусное намечится напоминающийся хот-дог давать его гробик и подойдем это понравилось это найс очкоп ты пошел на английский это очень вкусно молодец да это очень вкусно и мне это понравилось я должен оценить да но пока что я думаю если по десятибалльной то на 9 точно 9 . да но это не худо но мы же не дай потому что худо коренья но это ошибка резидента на самом деле у этих ребят есть и хот-доги но как вышло что приехала вот эта штука но это рубленая сосиска на самом деле я не влияли засиски это мяско порезанное в канал кстати хороший новый фильм ошибка резидента ты молодец ты смотришь свежий дальше за гуглите пожалуйста скажите мне про старые не даты а вот дэв факты только не обалдем он и дал мода фактор вас делает сколько поставил 9 то что это было очень вкусно а я сколько поставил 8 8 давайте я люблю оставить чуть-чуть ребят что скажет школьник на этом на 15 на самом деле вкусно сыр или это какой-то сырный соус выглядит вкусно на самом деле вкусно типа сыр а вкусный но на хот-дог это очень мало похоже 50 60 не дотягивает он прям до супер хот-дога за 139 гривен вот поэтому 6 6 ну и но справедливо что не похоже на хот-дога первых спасибо всем школьникам все кого вы нашли не очень понравились школьники все школьники стесняются перебарывать себя но говорят правду и не стильны и они стильные цели прикольно 15-летняя девочка симпатичную она как будто устала жить уже смотрели и согласен что 6 очень вкусно но может быть она смутила что дорого поэтому а скорее всего 139 и 139 дорого для нас 139 гривен это обед полноценный вообще 139 гривен это стоимость киев сонора в рекламе ребят давайте я все равно за девятку я оставляю девятку под что-то очень вкусно мне тоже понравилось я тоже оставлю 8 9 8 17 вот стрип они просто развлекательно это еще и обучающая правда а это идет и мы учим считать вместе с потапом тебе будет через три два ребят самое время поставить закусение сверх этому видео и подпишитесь уже наконец на наш канал так ну этот сосисочка сосиска но честно вот это отравиться можно ну реально это красители эмульгаторы и консерванты просто ценка ну два но это прям больно есть но я вообще такое вы никогда бы не ел и никогда пришел хим сейчас со всеми поссоришь на дверь да не в чем здесь относится но вы придете плохо все здесь понимаешь плохо и сосиска и булка и и кетчуп не такой кетчуп и майонез не майонез 222 так а что скажет школьник просто да не сколько вам лет 15 когда вкусный здесь есть горчицы на ягра с не сильно люблю но как ни странно даже горчица это вкусно кетчупа вроде нормально майонеза тоже девятку десятку вот так вот то есть где-то между этим 9 и 5 он стоит 29 серьезно то я подниму до 10 очень голода да он голодный у него не ест она просто надкусила не голодный не на есть такие люди комплементарные знаешь которые видят камеры всегда говорят неправду да ну ты там тоже их причисляющая пищенко вот вот прикажется испугался и просто хотел быть хорошим пацаном не знаю не выглядит испуганного вообще вот такой рассудительный нормальный он какой-то типа он как будто серьезный знаешь настоящему сказано как будто это десятка ребят министерство охраны здоровья не рекомендует вообще это глотать вы заплатили десятку и даже не думаю чтобы это съел так ладно для дурни волос а для дурни вот кстати было бы нам а вы за сколько продажники продать дурни да 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 когда узнал что хот-дог стоит 29 гривен с ним бы в казино он бы поднимался до десятки 14 но это многовато как-то мы можем отрезать немного от от мнения с улицы это не честно но реально но это херня какое 14 нормальный чувак да пусть будет пусть будет ты а чего это вдруг вы потому что получит у меня нож у меня киев и так нет тишин колдап я уже понял да лучший друг у тебя угрожал птица счастья завтрашнего дня что-то из прошлого оу бэйби ну да сейчас представляет ой ребята я не знаю как это грибная рассада а нет это вообще посмотри лады тяните вы где понятно посмотри это утренние завтраки хлопья сверху на худой кранч смотри разрезано сосиска внутри напополам пассерованный лучок королемизированный карамелизированный на каракаде королемизированный вот из листья мяты петрушки ну да как это петрушка ну погнали да 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 внутри разрезано то есть это дырочка в дырочке пошла тема надо вновь дырку открыть вторую тему смотри красивенько еще чили осторожно он сати порчал какими-то бабам чили 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 вилли стал ну что погнали но как ты выживаешь на передать и все пробуешь нет он острый очень нет очень острым я хочу сказать что за остротой они спрятали сосиску посмотрели гону стрипит а ты знаешь это очень острое что-то это прячут а вот они взяли колбас посмотри они сосиску посмотрите колбаска пожалуйста дайте воду артисту заслуженного попрошу просто заслуженный уже нужны артисту я на твоем месте мечтал наконец-то о чем а быть заслуженным быть заслуженным когда уже получил заслуженного на еще раз заслуженный раз два раза даже заслуженный народ народ я не разбираюсь советских регалиях ёпту да мать сегодня в снегу не разбираюсь так слушай но острый и жирный жирный напичканным всевозможные я сразу воды воды до 2 мере сахун дохами и смазочками гостях у смазки ноги раздвигается оттуда вылазит голова дурнева в повязки отмаруфа говорит добрый вечер дамы и господа фу давай поставим оценку и я думаю что это похоже больше на обман вкусовой чем на хорошее вкусовое предложение поэтому я поставлю этому 4 вот и я в 4 поставил честно поставь 400 давайте посмотрим что скажет школьный добрый день как вас зовут глеб сколько вам лет 15 выглядит так красиво на обычный хот-дог вкусный соус хлопья что это в общем вкусно наверное оценка восемь из десяти будет может грин 40 50 он стоит 85 гривен ой за войска грину не мне кажется не дотягивает всем туда 6 6 6 что куда за 85 гривен за такую горечь во рту за такой чили перец и за колбаску охотничьим понимаешь просто можно было хлеб намазать острым кетчупом и хавать его и было бы то же самое было бы история по честно говоря под пожаром он неприятен он я не знаю кто нас любит острую еду очень украина не страна в которой или вообще мы где выходим в нормандии нормандии при балтике дорогие друзья этот худок немножко острова ты пошел на согласен вот так это классическом в нью-йорке так было это похоже на мерки не так в нью-йорке вкладывают булочку ты вкладывай как было мне было в том городе в котором ты никогда не побываешь малыш но послушай карлсона в нью-йорке берут булочку и вкладывать в нее сосиску да и все до петчуп я сын и твои смешные почему должен заправки заслуженно хочешь хоть немного просмотров и на что ты думаешь я за просмотром здесь не думаю не нравишься и пусть я знает помнишь как ты меня а в бане вы бы было жарко что кольца на с кольцом на это я прошу снимать мне неприятно ревнивая тварь я положу руку сюда поехали боишься ковида и ты лучше со мной в губ ой блять с кем ты только ты поцелался со всем шоу-бизнесом хочу сказать не так страшен черт как его молю да 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 сколько протищенко хватит хороший депутат но чего-то заправочка поехали ты не распробовался да зачем это за что это что такое и так реально попытка отрыть но это а вот а это прошлогодняя тварь это ужасно было это нефтяные продукты воплотить это вообще честно говоря и недостойной оценки ну ладно вас я стоял 1111 за булку за булку до школьник что скажу здравствуйте владислав сколько вам лет 15 как из заправки но как мы поставлю 4 сосиска на соевую очень похоже не натуральная просто ребят это полное дерьмо и она набирает сколько по одному по одному баллы он 466 баллов а соевая сосиска да наверное это скорее всего я даже думаю что соя может и не участвовать за кукурузу это из-под я изнасиловали знаю да может приходит это я сделаю сосиску блин нет это дерьмо полное вообще это если но я чуть не блевану вообще честно говоря лучше заправляться не останавливаться тогда не выходи на одессы без остановок есть внуки уже за что внуки есть не знаю как у нашей пары с тобой появятся дети не то что внуки лёша мужчина она только образовалась не знаю чего узнают друг друга получше поехали так сниматься мы очень переживали как сохранить все десять хот-догов более-менее живые они тепленькие кстати я хочу отметить спасибо вам большое потому что это если касательно стен ваших есть вопросы то касательно подготовки и отношению гости очень даже хорошо а то а кто у тебя аудитория подачи скажи пожалуйста 2035 2035 это же моя аудитория эти люди едят художник ну конечно за обе щеки ребят поехали а про земля ветчина понимаю кто-то все таки хочет зарплату в этом но это красиво смотрел мне тут отдельная мне от тебя красивей все давай ой да хорош 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 хорошая ветчинка снова стою одна снова стою мама снова и течет ветчина из жирной жопы слоновой так да ветчина 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 охвативай блять и пригласил народа в арте ульдала не неплохо неплохо как в начале твоей передачи кстати очень неплохо неплохо стояла неплохо и вкусненько хорошо подобрана булочка многогранный вкус 3d шины неплохо вас так вот это не было хочется доедать даже я бы поставил 8 точно сто процентов 8 и от меня я тут чтобы полностью согласен восьмерочка в качестве на булочки свежие сосиска не говняная сверху ветчина да хорошо подобраны соусы глубоко засунута засунут огурец а все вы знаете что огурец глубоко засунуть может не каждый я это смотрел еще с насти интервью она рассказывала прекрасные дети замечательные скажите нам правду на этот худо и Мене звати Феддер Зінін. 15. Дякую. Мені дуже подобається, як він виглядає. Ой, ему припечать. Вибачаюсь. Ничего, прикольно. Ходдок дуже смачний, так. 10. Я дуже голодний був. Он поставил 10, а мы поставили по 8. По 8, это хорошая оценка. 26. Да. А сколько это стоило, кстати? 89 гривень. Неплохо. Неплохо. Было всякое дерьмо по 85. Это дерьмо из меня щас похоже. Неплохо. И ценовая политика хорошая. И оценки совпали. Слушай, ну это я бы вот прям, я не знаю, какие там были другие оценки, не помню точнее. Ну а мне кажется, что это лидер вообще вот по цене на данный момент. Как-то он по всем ощущениям лидера. У меня прям доел до конца. Угу. Даже не булочка нет. Ну шо, испортимся настроение. Ребят, и самое время узнать мнение Бога в мире хот-догов. В эфире рубрика «Что же скажет Тимур Джан». Так вот. Так вот. Если бы я был хот-догом, меня бы звали Потап. У меня к тебе вопрос. Из чего сделана эта сосиска? Как ты думаешь? Вы не знаете, из чего сделана вот эта вот сосиска? У меня вопрос к тебе. Из чего сделана вот эта сосиска? Я думаю, из эмульгаторов Е280, Е245 и немножко длинной бумаги, ну и отруби, которые перемоланы, блядь, эти подходы. Она сделана из говна. Никто меня не понимал. Я много думал и понял, что мне нужно уйти. Чему? Чего ты такой грустный, какой док не внушный? После того, как я покончил с вебкамом, я решил попробовать себя в чем-то новом. Подходим, угощаемся. Улочка черствая, сосиска протухшая. Соусы вонючие. Подходим, угощаемся. Будет очень вкусненько. Хотдогами. Угощаемся хотдогами. Очень вкусно. Хотдоги. Но вновь настали не лучшие времена. Ты говоришь, что ты молочная сосиска? Ты же такой, чем ты? Ты не хотдог, блядь. Ты не хотдог. Ты говно. Ты слышишь, ты говно. Не всем нравится то, чем я занимаюсь. Но разве вы можете представить себя хотдогом? Угощайтесь, молодой человек. Давай. Берите. Это все, что это хотдог? Да, это единственный хотдог. Самый невкусный. Я больше не знаю, как выйти из этой депрессии. Я больше ничего не знаю. Кто я? Что я? И зачем я пришел в этот мир? Еда, еда. Иди ко мне сюда. Иди сюда, ко мне еда. Тебя я съем сейчас. Тут сосиска сразу какая-то, вот ты видишь? Ну, она просто очень супермолочная. Гипермолочная она в майонезе. Молочная. Так, ну, поехали. Нет. Нет. Нельзя. Блядь. Угазать. Шмар. Это ты, Дима? Блядь, 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 кончится. Он говорит, потап, потап, придет? Можно я кончу в еду? Блядь. Знаю. Смотри. Есть. Если люди, которые не любят музыку, я в ресторане захожу, говорю, не дай бог кто-нибудь накончает. Сосиску. Как прошлый, блядь, раз. Это, блядь. Это ж, посмотрю. Дима, ну, кошмар. Что это такое? Это, ну, это два. Это очень невкусно. Извините, а это выглядело очень неплохо? Да, да, вот в чем и прикол. Поджаренная красивая булочка, но сосиска полная дерьмо. То есть, за булочку один балл дополнительный, но сосиска все испортила. Ребят, что-то сделайте с этим. У меня есть много друзей, ты знаешь, таких вот знакомых. Вот так вроде смотришь, хороший пацанчик. Даже у него интернет-шоу есть. И такой симпатичный, а потом приходишь и... Три. Никто не понимает, о чем-то вообще. Никто не понимает, и нормально. Ничего в этом мире сейчас. Всем... Все. Они просто включают, дрочат, тебе сидят, или срут на унитазе, и сейчас смотрят тебя. И смотрят, они смотрят передачу, как два штемпа, хавают с хот-доги. Как ты думаешь? Кто-нибудь кончил тот момент, когда мы поцеловали? Я думаю... Кошка я поцеловал. Умар. Я думаю, что это будет супермен. Настя, я тебя прошу, пожалуйста. Да, я тоже. Настя, я прошу. Настя, я прошу. Кстати, Настя, на подруга Аня Андричук, она же Анчу, такая дизайнер, что приходит, говорит, я смотрю дурнево, который смотрит сториз. Но у меня в доме не принято. У меня классическое, смотришь, мне классическое, музыка, знаешь. Ну, хороший контент, классный, то есть, без рекламы, всякого... Без ходов, без дешевого. Вот, меня включают дурнево, противовес этого, это все хоть. Вот, и я минуту фыркаю, пыркаю, думаешь, что за хуй... Во-первых, я тебя люблю, ты знаешь, я тебя очень... Я уже понял. Я, начиная с Кловского лицея, сразу сказал, что этот штимпочек добьется высоких вершин. Я не знал, что ты превратишься от такого пафосного мудака, но ничего. Чем бы и нет. И потом, и минуту же-то там, бым-бым-бым, и мне становится жутко интересно. Я реально подсел на дурнев, смотрит сториз, потому что смотрей, как он смотрит это, это очень интересно. Вот, но есть с тобой еще ужаснее. Давайте, пожалуйста. Не могу сказать то же самое о твоих клипах, к сожалению. Ну-то и все. Здравствуйте. Как вас зовут? Даша. Сколько вам лет? 15. Выглядит очень необычно, вернее, довольно-таки просто и очень аппетитно. Вкусно. Очень вкусная сосиска. Я это грязно. Наверное, 7 очень соленый. Много сыра и сырного соуса. 7 из 10? О, боже мой. Это очень много. Даже для школьника. Это очень много. Она голодная была, я не знаю, просто мы уже поели. Но это правда дерьмо. Это просто дело, потому что все хот-доги разного социального уровня и стату. Ну, не знаю. Подожди, а сколько это стоило? 59 гривен. 59 гривен. Ребят, просто деньги очень нужны, да, те, кто делают эти хот-доги. Алло. Ну, не знаю, что ты повторяешь раз. 59 гривен. 50, это что, блядь, не слышишь. 59, блядь, гривен. 50, серьезно, блядь, блядь, блядь. Блядь, блядь. Не правда. Ты хозяин передачи. Поехали. 13 баллов. 13. 13. Для такого. Слишком много для такого хот-дога. Но больше дурнего. Я полюбил, знаешь кого? Хоменских. Сумасшедший. Я думаю о тебе, Ёж. В этот момент я думаю о тебе. На себе, почему такие глаза где-то там? А я ничего не слышу. Я начал втыкать на твои шоу и попал на Magic 5. Magic 5. Просто психи. Просто сумасшедшие психи. Во-первых, у них 7,7 миллионов подписчиков. Во-вторых, они просто кончены, повернуты на фокусах пацаны. Так они еще и записали с нами тректик. Что они еще и поют? Я поеду тебе Magic. Да, да, да. Они с ним попоют там? Да, там Борода, который вот этот Борода, то он. Мое имя Борода, меня знают города. Прикинь, современный Викинг Амакин. Короче, так стиль, я Зваси. Что-то я подумал, что тебе тоже надо сделать. Да, давайте сделаем. Но я рифму не могу подавлять слово Дурнив. Дурнив, Дурнив. Хуй дурнив. Хуй дурнив. Хуй дурнив. Хуй дурнив. А вот и наш новый джингл. Я устал уже. Я устал. Я думал, что не вкуснее было. Нет, мне так у тебя гайфово, ты знаешь. Да, я как будто... Дома. Да я будто дома, знаешь, как будто дома мама готовит ходит. С бабушкой. Тут Тищенко заходит. Тут рэп и Magic 5 читают. Тут тупо подкасты. И Настя выглянула кольцеты ей или нет? Да, да, да. Ребят, только ЛСД не принимай. А мы уже... Ты кто? Как говорил мой друг один, покупая гамбуллер под маркой, он говорил, да это же говно. Ну что, продолжим. У-у-у-у. Ой, ребята, честно говоря, фуд администратору, который у вас работает, это прекрасный карлик, я передаю большой привет тебе, малыш. Спасибо, ты просто самый лучший. А можно тебя на вечеринку пригласить? Мы поставим тебе тарелку на голову, и ты будешь разносить, как-нибудь придумаем. А можешь мы это все удалим сказать, Алена, спасибо просто. Аленочка, спасибо большое тебе. Аленочка, спасибо. Потому что ты не знаешь ее, она не спать не будет. Я не карлик. Ален, я говорил не совсем про тебя. Я говорил не совсем про тебя. Я говорил про... Тихо, про тихо, тихо, тихо. Да, да, да. За Алену, да. Да, за Алену порву. Аленочка, спасибо, вообще классная команда. Огромное спасибо, что пригласили. Я теперь знаю, где вы находитесь. Так, но там торчит, кстати, хорошая сосиска. Торчат, смотри, какие красивые, манящие кугурузинки. А у тебя как-то, ну, скромненько. Ну, как, у нас? Ну, это может быть, это андердог. Знаешь, вот эта история, хот-дог андердог. Масляное масло, да, это в итоге. Это едим мы. Ну, погнали по вкусненького, да, начнем? Да, давай вкусненький. Блин, красава. Красивый, очень. Смотри, какой. Он дорогой. Вот, ну, если сосисочка такая, баварская. Тимур, все будет красиво, когда папа купит инфинити. Ну, блядь, сука. Жел. Фреш, ману. Хорош. Фреш. Я подозреваю, даже кто это. Я просто не знаю, откуда заказывали. Я не знаю, кто это. Собаки. Очень вкусно. Собаки? Да, не скажешь, как будто свинка. Собаки очень вкусно, оказывается. Передадим корейцам привет. Лузан, тебе большой привет. Блядь, пожалуйста. Ребят, хот-дог прям. Я хочу туда поехать еще раз есть. Ммм, блядь. Это вкусно. Мы съели столько хот-догов уже, но этот я доел, потому что он нереально вкусный. Девятка. Девяточка, сто процентов. Совпадаем, кстати. Леха, ты Леха и я, Леха. Мы с тобой целовались. У нас с тобой одинаковые оценки. Все, мы два с тобой. Леха говорит, а нет, ты не популярный в интернете. Вот, а я рэпер по-табли. Тут не совпало, да. Рэпер. Рэпер сделал вот так. Да, популярный. Да, популярный тоже. Давайте посмотрим, что скажешь школьник. Как вас зовут? Марго. Сколько вам лет? 15. Внешне выглядит сочно. Вообще вкусно, мне нравится. Сыр, кукуруза и сосиска из курицы, наверное. Он стоит 135. Сколько вы поставите этому хот-догу от 1 до 10? 10. Я хочу сказать, какая правильная оценка. Мы поставили девятку, но я согласен полностью, потому что это фантастика. Это лидер. Ну, а давай цену узнаем. Вдруг это очень дорого. 135 гривен. Ну, не жалко. Не жалко. Очень вкусно. Ну, что, 9 и 9, 18, 28. И у нас там есть такая оценка. Может, добавим балльчик? По-моему, это лидеров. Ну, 135. Я бы убрал. Я бы убрал. Ладно, хорошо, давайте общий балл. 28. Так, хот-дог номер. Он отсюда херов. Он отсюда херов. А почему мы начинаем с каких-то более хороших, а потом переход на угол? Даже не знаю. Я жду пока ты начнешь. Трыжка. Бля. Я подписался на эту передачу. Пиздь. Не, он, кстати, ну, не, не, он не самый плохой. Он не самый плохой, не самый плохой. Не, если что, он просто соус дерьмо. Вот какой-то ужасный, химический. Он и стоит, да. Это красители, эмулигаторы, консерванты, барвняки и прочее. Стоит, наверное, гривен 50, не больше, да? Ну-ка. 65. Не мало. Значит, ну, я поставлю, ну, 4, ну, с натяжкой. Учитывая то, что мы ставили гораздо худшим баллы пониже, то 4, мне кажется, ну, справедливая оценка для этого. Худдога. Он очень неприятный, резиновый. И... Это, знаешь, как это надо, типа, после того, как в... новую телку, вот такой худог можно уже есть. Вот это да, или наоборот. Когда телка... Или хотдог, я с тебя... Худдог, а телку ты съел. Резиновую. Где? Ел когда-нибудь телку? Конечно. Я пробовал. Да? Как она? Какая? Черная, белая, конечно, зеленая. Black life. Разных. Ел когда-нибудь телку, я сейчас не понял, я понял, о чем ты сказал. Нет, я же нельзя говорить, что ты куник делаешь, знаешь? Почему? Чуть помедленнее куни, чуть помедленнее. Я же был на Куни-Айленде, я тебе рассказывал. Да. На Куни-Айленде, там чемпионат по худогам. Ребят, ходник. Оля. Сколько вам лет? 14. Ну, выглядит достаточно хорошо. Бачу, сразу тут соус. Его много, щедро палили. Сосисочка, огурочки квашеные. Напевно, попробую теперь. Так, справді, смачно, багато соусу. Квашені огурочки гарно. Ну, до сосиски йдуть. Мені подобається. Состорожки течели, тут є коробочка, тому це не страшно. Ну, напевно, 8,5. Ну, десь 50 гривень. Этот кодок стоит 65 гривень. Угу. Ну, я ставлю оцінку 8,5. Хто їм сказав, що можна половини ставити? Вот, это в кей момент вияснилось? Вже второе. У шкільників не завжди цело, а не завжди по половинкам. Да. У тебе є с тобою пакет, а не половинка? Ну, до 16,5. Уже стало тяжело. Ну, оцінь весело. Ну, оцінь весело. Ти такой хороший парень, ваще. Ну, да. Що вы ему наливаєте? Що так боїться? Ребят, как и каждый выпуск, мы разыгрываем любую футболку из Дурни в шоп. Для того, чтобы принять участие в розыгрыше, нужно выполнить несколько простых действий. Во-первых, включите этот выпуск еще раз. Найдите наиболее понравившийся вам момент. Снимите его на камеру своего телефона, ну или сделайте захват экрана. Как кому проще. Выложите это видео у себя в сторис, отметьте меня и нашу страницу Дурни фан. Все. Вы принимаете участие в розыгрыше. На этой неделе футболку за видео в сторис получает вот этот человек. Это успех. Это успех. Блин, наша слюна. Да, и реально можно даже, ну, по 200 поставить. Ну да, ну потому что это ж не так дорого. Ну да, это чуть дешевле, чем гран. Также хорошей традицией стала давать футболку за творческий подход к созданию сторис. И на этой неделе футболку за творчество получает вот этот вот человек. Еда, еда, иди ко мне сюда. Иди сюда ко мне, еда, тебя я съем сейчас. Еда, еда, иди ко мне сюда. Звучит припев из песни про еду для всех для вас. Также мы разыгрываем футболку среди тех, кто дает джамал и не пользуется инстаграмом. Для вас, ребята, условия еще проще. Нужно подписаться на наш канал, ну, или быть подписанным. Нажать на колокольчик, нажать на закусинец вверх и оставить любой комментарий. И для особо деревянных я хочу сказать, что вы можете выполнить все эти три действия вместе, чтобы утроить свои шансы. Удачи. А на этой неделе футболку за просто какой-то текст получает вот этот везунчик. Еда, еда, иди ко мне сюда. Ребят, мы закончили, мы закончили. А все? Да. Да, 10 ход. Подарок. Подарок в студию. А что вы ему дать? Ой, блин. Пиздец, это охуенно. Ты знаешь, все твои передачи, но это, вот это охуенная штука. А вы хоть размер подобрали? Отлично. Хорошо, как крокодейм. Оставляю дурневую кепочку в подарок. На мокрое, извини, пожалуйста, я нервничал. Ну, это, конечно, фирма. Класс, вот это я люблю. Ребята, еще, еще, еще. О, ребята, нет у вас будущего. Ага, наклейка, дурнев смотрит сториз. Это наклейка? Да, я уже не знал. Это наклейка. Сделайте наклейки. Наклейки, подарите человеку наклейки, он за... Та-та-та-та-та-та-та-ра-та-та-та-ра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Какие люди, у-ху-ху! Спасибо большое, дорогой дурнев. Значит, мы закончили нашу программу, наконец-то. И результат вот какой. На последнем... Помолчи. Шиночек. На последнем месте Волкер. Нет, не Волкер. А, на четвертом, да, все правильно. Это цены, я тебе еще раз говорю. За 35 гривен их хот-дог оказался хуже всех. И вместе с ними делят последнюю строчку. Докс энд Бургерс, который вообще просит 59 гривен. Просто там одному человеку, Диме Борисову, очень нужны деньги. Мы это понимаем, но не приветствуем. Первое место. Мистер Гриль за 89 гривен. И вместе с ними, конечно, Докс энд Тейлз за 135 гривен собаки. У-ху-ху! Было очень вкусно. Было вкусно, было вкусно. Было вкусно, было весело, было смешно. Было пикантно местами, было ЛГБТшно. Было цинично, как всегда. Было приятно у тебя. Ты знаешь, если бы мне не нужны были подписчики, я бы никогда в такую х*** не ввязался. Ребят, это была Еда Дурнева. До следующей еды. Пока! Фу, блядь, фух, пиздец, как тяжело. А я еще поел перед этим, мы заехали в Царское Село. Ну классно, что вы поели на самом деле, потому что когда голодный, и кидаются на еду. Блядь, сейчас бы навалился, блядь, это был пиздец. Я тоже поел, кстати, специально. Да? Еда, еда, иди ко мне сюда. Иди сюда, ко мне еда, тебя я съем сейчас.